Всем плохо слышу больше. Евангелие от Матфея, 24-20. Во имя Отца и Сына и Спятого Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 24-я глава, 20-й стих. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не был от начала мира до ныне, и не будет. Я специально эту тему взял зимой. Зима. И что говорит нам Священное Писание, Дух Святой Библии? О холоде, о снеге, о льде. Оказывается, все было. Так страна южная, цитрусовые деревни растут. Ничего, и там бывает холодно. Наше отношение к этим вот периодам смены, зима, лето, как мы должны относиться? Вот прочитать надо будет Бытие, 8-22. Мы сейчас соединим, насколько мы с Писанием, и картина развернется перед нами. Это все для того, чтобы мы знали, как относиться к тому, что скучается вокруг нас. Впредь во все дни земли, синий, жатвы, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Но можно как-то изменить? Никак. Бог сказал, так и будет. Зима, лето, перечисляется холод, жара. Это все так и будет. А нас в школе еще учили. Это уже 70 с лишним лет назад было. И мороз, и знойный ветер, и все надо укротим. В классе пели. Как укротим? Откуда? Не укротили по сегодняшний день. Ну, узнают погоду вперед. Но когда какие-то смерчи, что-то цунами, не могут узнать. Когда уже оно началось, а тогда только фиксируют и говорят, направление такое-то пошло. Человек очень слаб. И вот как мы должны относиться? Господь сидел недалеко от храма, видно было. Они показывают украшения, а он говорит, будет бегство. В воздухе висело постоянно слово война, война. И простые люди собирались в Иерусалим. Они думали, высокие стены, башни, такое войско большое, 10 с лишним тысяч, сколько их было. Как-то они сохранят город. Нет. Все сделали заложниками, как вот было в блокадном Ленинграде. Приехали в отпуск, бабушки, все. Сразу не выскочили, все, дальше на кладбище. И здесь смотрите, что бегство ваше не просто взял да и вышел, а бегом надо бежать. И христиане, предупрежденные Богом, вышли. Христиане везде пишут. Иосиф Плавич, что они пострадали, их не было там. Витилы где-то где-то ушли, какой-то город такой. И здесь, когда враг подошел, двери были закрыты, ворота все заперты. Сегодня это пытаются поставить фильм, показать, как, интересно, конечно, смотреть, воины, как зелоты боролись. Ну, все по писанию. Я посмотрел это. И вот бегство зимой, почему? Ну, а куда ты уйдешь зимой? Ну, вот выйдешь на улицу, представь, сейчас придет сюда другая страна какая-то. А ну, вот-вот может прийти. И тебя еще не убивать ничего, только выгнали. Как было же, когда голодомор устроили на Украине. Кто примет голодного? Расстрел. И люди запирались и боялись. Умирает человек. Нельзя открыть. Зимой бежать трудно. И в субботу. Смотрите, прямо Господь предупреждает. А представьте, беременные были и бежать, бежать из чрева. А ими, писающие с отцами, ребенка не бросишь, и с ним не убежишь. А указания те дал, кто бы ни был там, всех подряд уничтожайте. Но милость Божия, еще сохранился народ. И вот здесь мы видим, изменить ничего нельзя. А как это к нам относится? Да очень просто. Что такое зима? Это бесплодие. Нигде ничего не растет. Смотрите, что бегство ваше. То есть, чтобы мы, когда умираем, душа наполнилась в это время и раньше еще добрыми делами. Плоды приносить. А в субботу? А в субботу бежать нельзя. У них субботний путь был. Куда ты побежишь? Шаги были вымеренные. И поэтому суббота – это ничего не делание. Они ее праздновали. Чтобы когда мы будем умирать, не так, что я старый или там больной, почему я должен что-то делать? Мне пришлось много ходить по домам, раздавать Евангелие. В заходе жаркая погода, откликается кто-то. Кто баба? А что ты, баба, лежишь? Я одна, сын уехал, дочь там, дамошь вышла. Да время-то уже, посмотри сколько. Два часа дня лежишь. Что делать? А ты знаешь, я говорю, президент наш поехал в Японию, и опасность ему большая грозит. Почему ты не молишься? А ты знаешь, у патриарха сколько забот, а сколько у епископа, у вас храма нет. А ты лежишь, расшевелиться. Давай, Мария, хоть поклон положим. Мы должны понимать, эту зиму как-то можно растопить словами горящей проповеди, словом Божиим. Мы сейчас прочитаем несколько мест Писания. Евангелие от Яна 10.22. Кажется, а что тут особенного? Настал же тогда в Иерусалиме праздник, обновление, и была зима. Ничего нет. Септанты, еретики все, они выбросили 11 книг. Не канонические. Они не канонические. А посмотрите, куда это ведет. А ссылка идет. Первая Маковейская, ее здесь нету. Нету книгу. Первая Маковейская, 4 глава, 59 стих. Здесь нету. И Христос ссылается на это. А еретики выбросили. Это место очень удивительное. И пусть они ответят, когда была зима, какой праздник, обновление храма. Обновление храма они установили. Так что установил этот вождь их Иуда. И так порешили братья его и весь народ, чтобы во все дни обновления праздновать этот день. Месяц Хослев. Ну, Хослев это третий там по религиозному, по гражданскому девятый. А у нас это конец ноября. Это время зимы. Как они считаются. И первое число декабря. Месяц Хослев. И праздновали у него 8 дней. 8 дней. Почему не ссылаются на это те, которые не православные? Вы задайте этот вопрос. Придете домой. Кто знакомых есть. Какие еретики. И Евангелие от Иоанна 10.22. Запомните. И скажите, а о чем говорится здесь? Христос говорит. И это должно исполниться. Значит, они праздновали этого. Они сегодня его празднуют. В Дании даже есть специальный городок. Так и называется Хослев. Это по-нашему ноябрь. Песня песней. 2.11. 2.11. Вот зима уже прошла. Дождь миновал. Перестал. Цветы показались на земле. О чем говорит это? Зима прошла. А какое это отношение имеет? Невеста к жениху. То есть было время, когда мы не знали Бога. Все же мы писали, как пришли. Говорят, а я не знал, а то другое. А теперь ты можешь сказать. Я услышала Слово Божие, зима прошла. И теперь душа наша подносит плодами добра. Мы этого не знали? Ну, вообразите это короткое время, что мы бы не услышали благую весть о Христе. Где бы мы были сегодня? Ну, определенно не в храме. Это определенно. Ну, и вы знаете своих, с кем работали на работе. Где они? Какой разговор? Ну, и они нужны в день, когда пенсию забирают. Внуки придут, расправятся. И вот мы смотрим книгу Ниемия. Я просто назову. А 11.1. 7.9. Захария. Все дело было зимой. Я задумался о том, что какой холод-то самый большой бывает. Зафиксированный однажды был на севере. Восемьдесят девять. Минус восемьдесят девять. Когда мы в тридцать, то и то боимся уже на улице выходить. А абсолютный нуль, ниже которого не бывает, есть грань. Двести семьдесят градусов. Четыреста двадцать пять тысячных. Ниже этого не бывает. Все. Молекулы, атомы все замолкли, стоят. Движения никакого нету нигде. И в космосе эту температуру, видимо, там смогли определить. А что это такое? Ну, это если десять, взять тридцать второй степени, септиллион. Ну, знаете, вот единица, это один. Если три ноля подставить, будет одна тысяча. Еще три ноля подставить, будет один миллион. Еще три, один миллиард. А дальше, а дальше мы не знаем считать. Квадриллион. Потом квинтиллион. А потом септиллион. Так вот, сколько надо нулей подставить, чтобы узнать, какая бывает жара. Вот во столько раз было время в космосе, ну, научно подошли, больше градусов было, чем в середине Солнца. Что это такое? А ограничений никаких нету. А в холоде есть. Вот мы говорим, гиена огненная. Когда начинаешь, знаешь, смотреть, это название свалки, недалеко от Иерусалима. Она все время дымила, коптила, и так и в аду будет. Но, оказывается, есть холод. Это взято сельши такое. Да куда-то порвались ты в тартары, говорят. Слышали такое? Это глубины. А сколько глубинок? Говорят, как до неба, так и до конца этой глубины тартары. Холод. И этим словом пользуются неоднократные люди, верующие. Слово снег в Библии встречается 26 раз. А как Израиль может столько упоминать о снеге? А какое отношение к нему? Можем даже прочитать. Книга Иова, 37-я глава. Тут у меня написано, наверное, седьмого. Седьмое по десятый стих. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело ему. Тогда зверь уходит в убежище, остается в своих логовищах. От юга приходит буря, от севера стужа. Одуновение Божие происходит лед, и поверхность воды сжимается. Видите, когда Иов говорит это. Мы говорим ветер. А откровение говорит, какие-то ангелы держат эти ветры. В греческой мифологии это в мешке завязаны, нечаянно развязали, буря началась. А смысл-то похожий. Ангелы удерживают ветры. Как? И ангелами твоими творишь духов. Духов – это ветер. Дух дышит где хочет. В оригинале стоит, и ты слышишь голос, ветер дует где хочет, и жужжание, и ты слышишь, но не знаешь, откуда он пришел. Я на это обращаю внимание. Вот слово лед. 38, 29. Человек, говорит, с холодным сердцем. 38, 29. Из чего чрева выходит лед? И не небесный. Кто рождает его? Как это об этом можно было так говорить? У Даниила 3, 71. Наше отношение к зиме, к снегу, к льду какое. А снег падает, как сорочи. А у них сорочи они сравнивают. Ну, правда, крупные падают, пушинки точно так же. Благословите лед и мороз, Господа, пойте и превозносите его вовеки. Так. Даниила 3, 67 стиха. Благословите холод и зной, Господа, пойте и превозносите его вовеки. Благословите росы и ини, Господа, пойте и превозносите его вовеки. Благословите ночи и дни, Господа, пойте и превозносите его вовеки. Благословите свет и тьма Господа, пойте и превозносите его вовеки. Благословите лед и мороз, Господа пойте и превозносите его вовеки. Значит, за все надо прославлять Бога. Не секрет никакой, что у людей большинство болезней, это называют то стресс, то печаль какая-то. Его иммунитет на внешние препятствия уменьшается во много раз. А человек, который это приносит терпеливо, он говорит, я прославляю Бога. Надо за снег прославлять, за лед, за зиму, за все. И отроки, находясь в печи огненной, вспоминают лед, вспоминают снег. А их ангел окружил не снегом, не льдом и благодатью Господней, и они остались там живы. Вот слово «холод» встречается 14 раз. Откровение 3,16. Вы, чтобы когда будете смотреть на холод, на все, и скажи, я прославляю тебя, Господи. Ну, ты роптала летом, так на остановке стояла, от комаров не отмахнешься. Их сейчас нету. Ну, благодарю за это. Найти надо что-то доброе в этом. Тут написано, и лед, и снег, все, благословляйте. А они не могут. Это неодушевленный предмет. А как? Через человека. Ты, Господи, это делаешь. Откуда ты нагнала? Где они застыли? В каком месте? Они должны были испариться где-то вода. И за тысячи километров сюда прилетели снежинки и упали у нас, чтобы весной пропитать землю. Откровение 3,16. Ну, как ты теплый, а не горячий и не холоден, то извергну тебя из уст моих. А что такое холоден, что такое горячий? А вот ни рыба, ни мясо, ни холодное, ни горячее, это очень опасно. И слово извергну из уст, никогда не догадаешься, что это. Если человек спасается, ну, я боюсь в ад не попасть. Вот меня так научились в детстве. Я это знал. Как бы не попасть туда? Это чисто старообрядческий подход. С страхом. И это хорошо, если бы это был холоден. Горящий – это любовь Божия. Это распространение евангельской вести. Это проповедь всюду. Это жизнь во Христе. Человек спешит на помощь больным, сиротелом там везде. Горящий. Но так как ты не горячий, не холодный, а теплый, извергну тебя из уст моих. Что такое извергну? Из уст человека что извергается? Мы привыкли только в рот ложить, но, оказывается, что-то еще изо рта выпадает. Блевотина. Так и написано. Столы наполнены отвратительной блевотиной. Это пророк Исаия об этом говорит. Итак. Не так, что, говорит, ни рыба, ни мясо. Если я пришел через холод, через страх Господень, познал любовь Божию и воспламенился любовью к нему, как невеста, зима кончилась. Она встает и прославляет его. Это в образе показано отношение души ко Христу и отношение Христа к душе. Евангелия Теана, 18-18. Это Библия нам сколько говорит? О зиме нашей. Между тем, рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Значит, когда холодно, и где ты будешь греться? Сколько сегодня разговоров? Представь себе сейчас, откуда идет тепло. Дома-то отопляются. Сколько раз такое писали. И вдруг прорыпали, лопнули котлы. Дома-то ничего у вас нет. Я хоть какие-то найду палочки и стоплю. Все-таки приготовлю. Ну, своя печка. Там у вас-то ничего нет. Вас, говорит, на колени очень просто ставить. Там где-то рванет, и все, и поплыли. Ничего нигде нет. А в своем-то доме у тебя все есть. Ты любую ветку можешь отломить заранее, просушить ее. И здесь об этом нам Господь напоминает. Грелся. А результат какой? Не грейся у чужого окна. Это буквально тут еще можно. А так, а там-то сказали хорошо. А я пойду послушаю и там-то. А там ересь одна. Ну, я хочу послушать. Пошел человек и утонул. Сейчас у нас одна в обществе там появилась. Адвентистская. Ее не можем никак сдвинуть с места. А через минуту из нее прорываются. Они не признают душу. Души нету. Не признают вечное мучение. Не признают ущения о троице. Ну, ересь. Она понимает, а вырваться уже не может. А зачем ты ходила туда? Полюбопытничала? Не грейся у чужого огня. Да, они хорошо говорят. Ты найди там, где хорошо говорят. Брат считает каждый раз проповедь Иоанна Златоуса. Выше этого ничего больше нет. Книга Серахов. Здесь нет у нас ее. 4 глава 15 стих говорится о том, что как лед тает от теплоты, так ты разрешишься от грехов твоих. Видели, как лед тает? Видели, как лед тает? И он тает. И ты тебе скажи, Господи, любовь твоя растопила этот лед. И мои грехи прощены. Сравнения какие? На каждом шагу мы слышим, нам лед проповедует, снег проповедует. И снег падает, говорит, как сарача. Это Серахов 43-20. Так. Вот лед и вода облекаются в лед, как в латы. А латы, знаете, чтобы стрела его не пробила, защищается. Так и вода. Вот то, что лед, это одно из самых удивительных чудес. Все при холоде сжимается. Так уже Бог установил. А вода расширяется. А почему? Ответа по сей день. Какие-то маленькие пузырьки, вроде бы лед наверху. А если бы он общий, как во всей природе, что от холода сжимается, он бы пошел на дно. И никакой ни рыбы, ничего не было. Доверху бы за зиму-то было. Нет. Она закрыла дальше. Ну, бывает там до метра, больше. Это в Арктике сколько. Там никогда лето не бывает. Итак, когда сказано было, чтобы наше бегство не случилось зимой, это о том, чтобы мы не были бездеятельны. Не ссылаться ни на старость, ни на болезни. Ничего не можешь делать, молись. Знать, какие события. Кто в путешествии. Где-то возник большой конфликт. Вот сейчас о том, что делается по болезни. Везде такая паника, такой страх. Больше от страха, говорят, люди умирают. А не от самой болезни. Прямо везде сегодня об этом пишут. Многие жизнь покончили самоубийством. А как же так? Зараженным себе. Не все. Мы считаем, когда в Священном Писании, то написано, и умерла третья часть людей живущих. Третья. А мы какие? Да как Бог еще терпит-то? Надо день и ночь благодарить Бога, что нас еще это не захватило, не зацепило, не потащило. Я все вспоминаю, как выступал ныне покойный, царство небесное, отец Дмитрий Смирнов, и говорил, эти вирусы на нашу пользу. Они покажут, кто мы такие есть. Надо научиться за все славить. За мятежи, за лед, за снег, за температуру какая есть. Прославляй Бога. И когда мы считаем сравнения такие, что лед это оледенение, охлаждение, ты сразу вспоминай, да не будет этого. Разогрей себя любовью. Последний раз, когда ты молился о правителях мира, ты видишь, какие смуты. На меня сегодня выходит человек, мусульманин. Я давно слежу за вами. Как я Богу благодарен, что узнал о вас. Как вы могли этот вопрос так сказать? Почему никто правители не говорят? А какая? Ну, война, настоящая война началась с применением артиллерии между Азербайджаном и Арменией. За Карабах, опять. И буквально на следующий день у меня берут интервью. Разрешить-то не могут уже сколько столетий. Я говорю, разрешается очень просто. Кто христиане? Армяне. А эти кто? Это же люди, это другой веры. Ну, христианство, ты будешь любить врагов? У этих-то нет любить врагов. Как говорится, враг не сдается, уничтожай его. Что сделать? Отдайте его им. У вас земли хватает, они по миру разъехались. Страна-то пустая. Там совсем людей-то, прям, совсем никаких нет. Слышал, вдруг нового избрали, президента этого смесили, это все эти районы отдал. Как будто мы разговаривали с ним. Так там поднялись, вы не знаете, тогда разглядеть свою страну. Наша страна тоже многое-многое потеряла уже. Все республики все отошли. И это еще не все, что готовят, какой гостинись сегодня показывают, какие законы принимают. По частям будут рвать и то, что осталось. А как? А ты молись. Ничем не занятые. Господи, умудри правителей. Сохрани их от покушения на них. Чтоб сердце наше не оледенело к этим страшным событиям, которыми мы окружены с утра до вечера. Вот мы, у нас так принято, содружество, мы в интернете. Ровно в пять у нас идет молитва. В пять. Дальше идет, следующее, уже в восемь. И дальше через каждые два часа идет молитва. И люди отовсюду, с Ливана, с Германии, с Франции. Откуда у нас там еще есть? Там же. Ну вот. И считают, что там стопоклонная молитва. Господу Христу, Божьей Матери, Ангелу Хранителю, Иоанну Крестителю. Обращение к неходящему дотворству, к пророкам, ангелам, хранителям, к апостолам. И к мученикам, к святителям всем, и к женам и девам. Это каждый день. Если никого нет, тогда меня вызывают. Я молюсь, ну давай тогда молитвы эти надо посчитать. А что нас объединило? Любовь. Застывшая душа, она не пойдет на это. У нас-то ладно. Мы встаем в 4.40, в 5 начинается молитва. А другие-то в Москве-то, у них 4 часа назад-то откинь, у них сейчас ночи. И люди все равно выходят на молитву. И новые, и новые люди подходят, и от кого только нет где. И благодарят Бога. А кто это положил? Первый начал, кто это положил, наш брат Сергей, который в больнице. Это его дело растет. Он первый начал это. Видите, как? Он снова оказался в больнице. Не надо чего, как, не выпытывай. Это все в нас и рядом где-то. Мы можем сами все потерять в один раз все. Господь говорит, если всю жизнь ты делал добро, перед смертью согрешил, ни одно доброе дело не припомнится. Из Икииля 3.20. А если всю жизнь грешил, перед смертью покаялся разбойник, Бог не помянет ни одного злого дела. С этим мы согласны. А вот что, добрые дела не помянутся? Да как так? Там прямо закон. Итак, чтобы мы не оледенели безразличие. Мы благодарим Бога за зиму, где мы живем. Мне, которые люди с юга говорят, так охота приехать к вам зимой. У нас зимы-то, говорит, нет никакой. А у вас... Ну все же понимают. Войну-то когда... Ну, я просто коснусь политического события. Если я вплотную к Москве подошел, и отсюда дивизии-то пришли от сибиряков-то. И все это отбросили. Это сегодня не скрывают, прямо показывают. Сибирский человек, он к морозам более устойчив, потому что он здесь родился. Итак, нас со всех сторон окружают эти беды. Не оледенеть. А если не было бы этих неприятностей, где-то кто-то повредился, ребенок, ты страдаешь там за жену. Вспомни о тех, у кого некому за них молиться. Ты их помяни. Сколько людей, которые помогли нам советом. Которые привели нас к Богу. Которые сегодня заботятся о нас и молятся, а мы о них ничего не знаем. Поэтому скажи, Господи, я не знаю кто. Но услыши молитвы всех, молящихся о нас во благо нам. Слава тебе, Господи, за милость и твою любовь. Аминь.